Делаемся. Устрашились у меня власти и плоти, сказал Иллифас, Иов 4.15, изображая коварство демона. Иногда душа, иногда плоть прежде поражается боязнью, и одна передает немощь другой. Если плоть поражена боязнью, а в душу не проникает этот безвременный страх, то близко избавление от недуга. Когда же действительно освободились мы от боязни, тогда демонов делает против нас сильнейшими не темнота и пустынность места, а бесплодие души. Но иногда бывает это и вразумлением для нас по Божьему смотрению. Кто стал рабом Господним, тот будет бояться одного своего владыки. А кто еще не боится его, то часто приходит в страх и от тени своей. От присутствия невидимого духа приходит страх тела. От присутствия ангела душа смиренных радуется. Поэтому из действий, уразумев присутствие, скорее поспешим на молитву. Потому что добрый наш хранитель пришел вместе молиться с нами. Слово двадцать второе. Об имеющем многие виды тщеславия. Иным угодно тщеславие отделять от гордости и назначать ему особое место и слово. Почему и утверждает, что первых и главных греховных помыслов восемь. Но Григорий, Богослов и другие насчитывают их семь. С ними наиболее согласиться убеждаюсь и я. Ибо кто победив тщеславие имеет в себе гордость. Между ними есть такая только разность. Какую по природе имеет отрок с мужем и пшеница с хлебом. Потому что одно начало, а другая конец. Итак, по требованию времени скажем кратко о начале и полноте страстей. О злочестивом самомнении. Ибо намеревающиеся любомудрствовать об этом пространно уподобляются тому, кто с напрасным любопытством взвешивает ветры. С тщеславие по виду есть изменение природы, извращение нравов, предусматривание укоризны. А по качеству расплочение трудов, утрата подвигов, злоумышление на сокровище, исчадие неверия, притече гордыни, крушение в пристани, муравей на гумне, который мало, но угрожает опасностью всякому труду и плоду. Муравей ждет, когда готова будет пшеница, а тщеславие, когда собрано богатство. Один любит красть, а другой расточать. Дух отчаяния с радостью видит при умножении пороков, а дух тщеславия при умножении добродетелей. Дверь первому множество язв, дверь второму богатство трудов. Наблюдая и найдешь, что непотребное тщеславие до самого гроба величается одеждами, благовонными мазями, пышными сопровождениями, ароматами и многим другим. Пять. Всем без исключения светит солнце. Тщеславие все наши начинания обращают в свою пользу. Например, тщеславлюсь постом, и, разрешая пост, чтобы не признавали меня постником, опять тщеславлюсь, как человек благоразумный, одетый пышно, препобеждаясь тщеславием и надевая бедную одежду, опять тщеславлюсь. Как не бросишь эту рогулю, всегда одним рогом станет кверху. Тщеславный есть христианин, идолопоклонник. По-видимому, чествует Бога, угождать же хочет не Богу, а людям. Тщеславен всякий, кто любит выказывать себя. Пост тщеславного остается без воздаяния, и молитва его бесполезна, потому что то и другое делает для людской похвалы. Тщеславный подвижник терпит сугубый вред, и тело изнуряет, и не получает награды. Кто не посмеется над делателем тщеславия, оно заставляет его, когда стоит на псалмопении и движим бывает тщеславием, то смеясь, а то плакать при всех. Десять. Господь нередко скрывает от очей наших и приобретенные нами совершенства. А кто хвалит, или лучше сказать, вводит нас в заблуждение, тот похвалой открывает нам глаза. Но едва открылись у нас глаза, как и богатство у нас исчезло. Льстец есть служитель демонов, руководитель гордыни, губитель сокрушения, истребитель совершенств, и совершенств, лживый пути указатель. «Блаженны, вас льстящие, вас говорит пророк Исаия 3.12. Люди высокого духа переносят обиду мужественно и с радостью, но одним святым и преподобным свойственно без вреда слышать себе похвалы. Видел я, что хвалимые плакали, воспламенялись с гневом, и как на зрелище одну страсть изменяли в другую. Никто же не знает, кто в человеке, кроме духа человеческого. Поэтому пусть устыдятся и умолкнут, намеревающиеся ублажать в лицо». 15. «Когда услышишь, что ближний твой друг бронит тебя заочно или и в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Великое дело отринуть сердцем похвалу людскую, а еще большее похвалу демонскую». Смиренно-мудрее свое показывает не тот, кто сам о себе отзывается худо, кто не будет сносен для себя самого, но кто, слыша порицание себе от другого, не уменьшает к нему любви своей. Примечал я, что демон тщеславия одному брату влагает помыслы, а другому открывает их и последнего настраивает сказать первому, что у него на сердце, и потом ублажает его, как провидца. Иногда же этот злощестивый, касаясь самых телесных членов, производит в них трепетание. Не допуская его до себя, когда влагает в тебя мысль об епископстве или игуменстве или учительстве, трудно будет отогнать пса от такой трапезы, на которой предложены мяса. 20. Как скоро вид он, пришедших в мирное несколько состояния, тотчас побуждает идти из пустыни в мир, говоря, «Иди для спасения погибающих душ». Иное лицо у эфиопов и иное у истуканов, а различный образ тщеславия у пребывающих в общежитии и у живущих в пустынях. Тщеславие предупреждает прибытие людей мирских, побуждает легкомысленных монахов идти навстречу приходящим, заставляет преподать к ногам их и, будучи полна гордости, облекается в смирение, показывает скромность в движениях и в голосе, смотрит в руки посетителям, чтобы получить от них что-нибудь, именует их владыками и покровителями, которые по Боге даруют жизнь, сидящим за трапезой внушает оно воздержание, с низшими обращается без милосердия, стоящих на псалмопении ленивых делает бодрыми, не имеющих голоса доброгласными, сонливых неусыпными, льстит уставщику, называя его отцом и учителем, упрашивает, чтобы дал он первое место, пока не уйдут посторонние. Счастливие предпочитаемых делает гордыми, а пренебрегаемых злопамятными. Счастливие нередко вместо чести причиняет бесчестие, потому что разгневанным ученикам своим приносит великий стыд. Счастливие гневливых делает при людях кроткими. Оно много превозносится естественными дарованиями, и имя нередко ввергало несчастных в погибель. Случалось ведь, что демон огорчал и прогонял своего собрата. Один брат был разгневан, в это время пришли мирские люди, и несчастный, оставив гнев, перепродал себя тщеславию, потому что не мог в одно время служить обеим страстям. Продавший себя тщеславий, ведет двойную жизнь, по наружности проводит он время с монахами, а по образу мыслей и суждений в миру. Если с поспешностью потечем к горнему благоугождению, то без сомнения вкусим и горней славы, а кто вкусил ее, тот пренебрежет всякую земную славу. Но поделился бы я, если бы кто, не вкусив первой, совершенно пренебрег вторую. Тридцать. Нередко бывает, что был окраден и тщеславием, и потом, переменившись, с успехом отнимаем у него похищенное. Случалось видеть, что иные духовные делания начинали с тщеславия. И после того, как положено было предосудительное начало, поскольку переменилась их мысль, конец делался похвальным. Кто превозносится естественными преимуществами, то есть тонкостью ума, понятливостью, чтением своим, приятным произношением и всеми подобными без труда приобретенными дарованиями, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ, потому что неверным малым и во многом неверен и тщеславен. Иные напрасно изнуряют тело свое ради высочайшего бесстрастия, богатства дарований, чудотворения и силы предведения. Не знают эти жалкие, что ни труды, но наиболее смирение есть матерь таких совершенств. Кто почитает себя должником, тот неожиданно и внезапно и примет богатство. Не верь этому веятелю, который влагает в тебя мысль разглашать о своих добродетелях на пользу слушающих. Какая польза человеку, если всему миру принесет пользу, а душе своей повредит? Ничто не может столько служить к назиданию видящих, как нрав и слово смиренное и искреннее, потому что и других научают они никогда не превозноситься. Что же важнее такой пользы? 35. Никто из умевших дар ведения некто замечал и пересказывал, что видел. Когда говорил он, сидел я в собрании, демон тщеславия и демон гордости, пришли и сели подли меня с обеих сторон. Один толкал меня в бок перстом тщеславия, побуждая рассказать о каком-нибудь созерцании или делании моем в пустыне. Как же скоро отогнал я его от себя, сказав, да возвратятся, спять и постыдятся, замышляющие мне злое. Салом 39.15. Тотчас с левой стороны сказал мне демон на ухо, «Хорошо, хорошо ты сделал и стал велик, победив бесстыдную матерь мою». А я, удачно воспользовавшись продолжением стиха, ответил ему, «Да возвратятся тотчас с постыжными, говорящие мне, хорошо, хорошо сотворил ты». На вопрос же мой, почему тщеславия есть матерь гордости, отвечал он, похвалы возносят и надмивают, когда же душа превознесется, тогда берет ее гордость, возводит до небес и низводит до бездн. «Есть слава от Господа, ибо сказано, прославляющих меня прославлю» 1 Сарс 2.30. «И есть слава, сопровождающая нас по дьявольскому строению, ибо сказано, «Горе, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Ясно узнаешь первую, когда, признавая ее для себя как бы вредной всеми способами, будешь отвращаться от нее, и куда бы ни пошел, станешь скрывать житие свое. Другую же узнаешь, когда что бы то ни было делаешь, да видим, будешь людьми. И мерзкое тщеславие влагает в нас мысль показывать в себе добродетель, какой в нас нет, наводя на это сказанным. Так да просветится свет ваш предчеловеками, чтобы они видели ваши добрые дела. Господь нередко тщеславных доводит до нетщеславия в постигшем их бесчестии. Начало не тщеславия хранение уст и любовь бесчестия Средина отсечения всех мысленных предназначенных предначинаний тщеславия А конец, если только есть конец в бездне Равнодушное исполнение при многих такого делах, которое вменяется нам в бесчестие Не скрывай храма своего с намерением не подать соблазну Сорок А наконец сообразно с родом проступка надобно может быть употреблять не один и тот же пластырь Когда сами домогаемся себе слава, тогда без нашего домогательства славят нас другие Когда от тщеславия решаемся на исполнении каких-нибудь предприятий Тогда немедленно приведем себе на память слезы свои и притрепетное предстояние свое на уединенной молитве И без сомнения устыдимся бесстыдного тщеславия если только приложим старания об истинной молитве Если же этого недостаточно то немедленно обратимся к мысли об исходе своем Если же и это недействительно то устрашимся по крайней мере стыда сопровождающего тщеславия Потому что возносящийся смирится и без сомнения смирится еще здесь прежде будущего века Когда хвалители или лучше сказать обольстители наши начнут хвалить нас немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих И найдем что недостойны мы того что о нас говорят или для нас делают Без сомнений тщеславные в своих некоторых прошениях могут услышаны быть Богом Но Господь обыкновенно предваряет их молитвы и прошения что получив иное по молитве не вознеслись они еще более в своем самомнении Люди простые не столько заражаются ядом тщеславие потому что тщеславие есть утрата простоты и поведение притворное Нередко червь достигнув совершенного возраста получает крылья и уносится в высоту Так тщеславие достигнув своей полноты рождает гордость эту начальницу и совершительницу всех зол 45 Кто не имеет в себе этого недуга тот близок к спасению а кто не свободен от него тот окажется далеким от славы святыш Вот степень 22 Кто не пленен тщеславием тот не впадет во враждебную богу и безумную гордыню Слово 23 О безумной гордыне и о нечистых хульных помыслах гордыня гордыня есть отречение от бога демонское изобретение уничижение человеков матерь осуждения исчадие похвал признак бесплодия укрывательство от божьей помощи предшественница ума иступления предуготовительница падений причина падучей болезни источник раздражительности дверь лицемерия опора демонов охранительница грехов предуготовительница немилосердия неведение сострадания жестокий истязатель бесчеловечный судья противник богу корень хулы начало гордыни конец тщеславия середина же уничижение ближнего бесстыдное разглашение о своих трудах самохвальство в сердце возненавидение обличения а конец отречения от божьей помощи превозношение собственной своей рачительностью демонский нрав послушаем все мы желающие избежать этой пропасти страсть эта нередко находит себе пищу в благодарности потому что вначале не имеет в мысли бесстыдно отречься от бога случалось видеть таких которые благодарят бога устами и величаются собой мысленно и это ясно подтверждает тот фарисей сказавший боже благодарю тебя где совершилось падение там привитала уже гордость потому что падение служит указателем гордости 5 положи что двенадцать есть страстей бесчестия слышал я от одного почтенного мужа если произволением своим возлюбишь одну из них разумею же самомнение то она восполнит собой вместо прочих одиннадцати высокоумный монах сильно прикословит а смиренно мудрый вовсе не умеет противоречить не наклонится кипарис до того чтобы слать ветю по земле и монах горделивый не унизится до того чтобы приобрести послушание человек горделивый желает начальствовать потому что иначе и как ни есть не может или лучше сказать не хочет дойти до совершенной погибели Бог гордым противится кто же после этого может помиловать их нечист перед Господом всякий высокосердый притча 16.5 кто же после этого может такового очистить 10 вразумление горделивому падение пакостник ему демон а признак оставления его Богом иступление в первых двух случаях нередко люди получали исцеление от людей но последнее зло людьми неисцелимо кто отвергает обличение тот обнаруживает в себе страсть а кто сам ищет обличение тот освободился от уз если некто без всякой другой страсти через эту одну пал с неба то спрашивайте нет ли возможности без других добродетелей одним смирением взойти на небо гордость есть утрата богатства и трудов воззвал и не было спасающего псалом 17 42 без сомнения потому что взывали гордо воззвали господу и не услышал их без сомнения потому что не истребили в себе причин которые довели их до необходимости молиться весьма сведущий в духовном старец увещевал горделивого брата но слепотствующий говорит извини отец я не горд премудрый же старец отвечал ему а какое яснейшее доказательство этой страсти представил бы ты нам чадо кроме этого слова я не горд 15 для таковых весьма полезно подчинение суровая и уничиженная жизнь чтение сказаний о сверхъестественных приспияниях отцов в таком случае для страждущих недугом эти может быть и будет малая надежда на спасение стыдно превозноситься чужим убранством по крайней но крайнее безумие величать божьими дарованиями какие были у тебя заслуги до рождения твоего тем и превозносить только а что имеешь по рождению то как и самое рождение даровал тебе бог в каких добродетелях преуспел ты без содействия ума те одни принадлежат тебе потому что ум дарован тебе богом какие подвиги оказал ты без содействия тела те одни совершенно твоим старанием потому что тело не твое но божие создание не будь самоуверен пока не услышишь о себе последнего приговора имея перед очами того кто по возлежанию на брачном чертоге сказан связан был по рукам и ногам и изгнан во тьму кромешную не будь высоковыен будучи земным ибо многие свернуты с неба быв святыми и невещественными когда демон найдет себе место в делателях своих тогда или во сне или в бодрственном видении являясь им в образе святого ангела или какого нибудь мученика дает им откровение тайн или дар дарований чтобы несчастные обольстившись совершенно погубили ум 20 если и тысячи смертей претерпим за Христа то и в этом случае не исполним всего должного ибо если смотреть на достоинство а не на сущность то иное кровь самого Бога а иное кровь рабов если не перестанем постоянно испытывать самих себя и сравнивать с жившими прежде нас отцами и светильниками то найдем что мы не вступали еще и на след строгой жизни и не соблюдали свято обета своего живем же еще по мирскому уставу монах в собственном смысле есть невзирающее выстое душевное око и неприводимое в движение телесное чувство монах есть тот кто как зверей вызывает на себя врагов и раздражает их когда бегут на него от него монах это непрерывное восторжение ума и печаль о жизни 25 монах есть тот кто освоился с добродетелями как иной с удовольствием монах монах это непомеркающий свет в оке сердца монах это бездна смирения в нее не зринул он и в ней подавил всякого злого духа кисливостью производится забвение и грехопадение памятово же памятово неежа о них приводит к смиренно мудрию гордыня из крайней нищета души эта мерзкая страсть признающая богатством омрачение не только не дозволяет из того изникнуть но и низвергает туда из высоты 30 гордыня это яблоко согнившее внутри а снаружи блестающее красотою монах горделивый не будет иметь нужды в демоне потому что сам для себя стал уже демоном и врагом тьма чужда света и горделивый чужд всякой добродетели в сердцах гордых порождаются хульные речи а в душах смиренных небесные созерцания вор не любит солнца а гордый уничижает кротких не знаю почему но гордые большей части не знают самих себя и почитая себя бесстрастными видят собственную свою нищету при исходе своем 36 плененный гордостью имеет нужду в помощи от господа потому что человеческое спасение для него напрасно уловил я однажды эту безумную скитальницу когда приближалась она к сердцу моему носимое на раменах матери своей связав ее узами послушания и поражая бичом убожества допрашивал как нашли они доступ ко мне почему под ударами моими сказали они не имеем мы ни начала ни рождения потому что у нас под началом и от нас рождаются все страсти безмерно нападает на нас сокрушение сердца рождающееся в подчинении потому что не привыкли мы быть у кого-нибудь под началом поэтому-то и на небе захотев начальство сделались мы там отступницами поэтому-то кратко сказать мы родительницы всего что противоборствует смиренно мудрию ибо все что споспешествует тому противно нам впрочем мы еще на небе стали сильны куда же тебе бежать от лица нашего мы имеем обычаи сопровождать нередко терпение бесчестия и послушание и негневливость и непамят о злобе и исполнении служений и сядя наши падения мужей духовных гнев злоречия досада раздражительность вопль хула лицемерие ненависть зависть прикословие своенравие непокорность а одно только есть против чего ни в силах мы покушать и это объявляем тебе не терпя твоих ударов если искренне будешь осуждать себя перед господом то вменишь нас за паутину тщеславие тщеславие как видишь есть конь гордыни на нем восседаю я святое же смирение и самоосуждение посмеются и над конем и над садником его приятно воспевая победную песню поем господу славно бы прославиться коня и садника вверх в море исход 15 1 и в бездну смирение вот 23 степень кто взошел на нее если только можно взойти тот укрепился в силах о неизрекаемых хульных помыслах 38 в предыдущем слышали мы что от негодного корня от негодной матери есть негоднейшее порождение то есть от мерзкой гордости гнусное порождение хулы почему необходимо вывести его на средину ибо это немаловажный но из всех самый опасный враг и неприятель и что еще хуже трудно бывает его изречь исповедать или обнаружить перед духовным врачом а потому этот злочастиц во многих нередко порождал отчаяние и безнадежность как червь в дереве истребив в них всякую надежду и так этот мерзкий враг нередко во время самых святых собраний самый страшный час тайн имеет обычай хулить господа и совершаемые святые тайны из чего наиболее и узнаем ясно что не душа наша внутренне произносит эти беззаконные непонятные тайные слова но богоненавистник демон сверженный с небес за то что и там вероятно изрыгал хулы на господа ибо если мне принадлежат эти бесстыдные непристойные слова то как же поклоняясь приняв дар как могу и злословить и благословлять 40 многих льстец этот и душит приводил часто выступление ума никакой другой помысл не бывает так трудно объявить на исповеди как этот почему нередко и состаривается он со многими ибо ничто не дает над нами такой силы демонам и помыслам как то если питаем и утаиваем последнее сердце не открывая их на исповеди никто да не думает что сам он виновен в хульных помыслах ибо господь сердцеведес и знает что хульные речи бывают не от нас но от врагов наших упоение бывает причиной преткновения а гордость причина непристойных помыслов и преткнувшийся хотя не виновен за преткновение но без сомнения будет наказан за упоение когда стоим на молитве восстают те нечистые тайные помыслы а когда кончим молитву тотчас удаляются потому что они любят бороться с теми кто с ними не борется не только божество и все божественное хулит безбожный враг но какие-то срамные непристойные слова произносят в нас чтобы или оставили мы молитву или отчаялись в себе 45 этот лукавый бесчеловечный мучитель многих отвлек от молитвы многих устранил от тайн у иных истомил тело печалью и иных изнурил постом и не давал им никакого покоя поступая так не только с живущими в миру но и с проходящими монашескую жизнь внушая им что нет уже для них спасения и уверяя их что они злосчастнее всех неверных и язычников страница 236 Иоанна Лестничника Лестница кого тревожит дух увы и хочет он освободиться от него тот пусть твердо знает что не душа его причины таковых помыслов но сам нечистый демон который некогда сказал Господу все тебе дам если падше поклонишься мне поэтому и мы уничижая его и немало не уважая внушения его скажем ему отойди от меня сатана Господу Богу моему поклонюся и ему единому послужу твой же труд и слово твое да обратятся на голову твои наверх головы твоей да снизойдет хула твоя в нынешнем и в будущем веке 47 кто другим кроме сказанного способом хочет поборать демона хулы тот подобен мечтающему в руках своих удержать молнию ибо как уловить или будет состязаться и бороться с тем кто внезапно подобно ветру врывается в сердце скорее мгновение изрекает слова и вдруг исчезает все другие враги останавливаются продолжают борьбу медлят и намеревающимися бороться с ними дают время этот же враг не таков едва появится и отступает едва скажет слово и уходит этот демон часто любит входить в ум людей простых и невинных и они наиболее приходят смущение и смятение сильнейшее чем другие о них о них и говорим что все это бывает с ними не по самомнению но по зависти демонской перестанем судить и осуждать ближнего и не будем устрашать не будет устрашать нас хульные помыслы ибо первое есть повод и корень ко второму 50 как запершийся у себя в доме слышит слова приходящих вне дома сам же не произносит их так и душа в себе самой заключенной слыша демонские хулы смущается тем что произносит мимоходящий демон